Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хочу также отметить, что каждый пятый проект у нас идет с консалтингом, что также немаловажно для наших клиентов, когда видим нас экспертов, они еще и хотят узнать, можно ли что-то оптимизировать на их складе перед проектом. Продолжение следует... 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 В нем вы можете и планировать рейсы, и управлять собственным парком, считать затраты на перевозку и на рейсы, можете контролировать выполнение заданий водителями. Собственно, это инструмент, который позволит вам в целом увидеть затраты транспортного предприятия и предпринять меры в случае необходимости. Система WMS, TMS, ERP и интеграционная шина USB предполагают событийную модель взаимодействия между собой. Фактически это бесшовная интеграция и покрытие всего логистического контура предприятия, которое дает энергетический эффект. Тем самым вы автоматизируете ключевые звенья цепи поставок с помощью этих решений. Я уже рассказала вам про основную нашу деятельность, но есть у нас еще определенные деятельности, на которые хотелось бы обратить внимание. Это учебный центр. Мы разрабатываем уникальные учебные программы и даже приглашаем на проведение курсов западных экспертов, для того, чтобы они рассказывали интересные какие-то свои видения про логистику, про то, как можно оптимизировать ее. Основная задача таких мероприятий – это формирование у наших заказчиков грамотного понимания вопросов оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. И демонстрация важности комплексного подхода. Наша библиотека «Аксилот» периодически пополняется новыми интересными книгами. И вот буквально недавно наш западный эксперт Гин Ричард, с которым мы очень уже давно и продолжительно сотрудничаем, выпустил новую книгу. Это инструментария логистики и управления цепями поставок. Мы эту книгу благополучно перевели и на следующей неделе у нас будет старт продаж. Очень рекомендую вам эту книгу почитать. Надеюсь, она будет вам полезна. Также наша компания проводит образовательные фильмы и программы. Мы выкладываем на нашем канале YouTube интересные ролики про завершенные проекты, про масштабы нашей деятельности. Мы ведем образовательную деятельность в институтах, рассказываем про логистику и читаем курсы студентам. Что касается преимуществ работы с нами, наверное, стоит подытожить все то, что я рассказывала вам раньше. Мы не случайно 21 год на рынке. Это говорит о нашей стабильности, финансовой устойчивости, что очень важно как для партнера, который автоматизирует ваши процессы. Лидирующая позиция на рынке позволяет нам быть уверенными в завтрашние дни, в том, что заказчики будут так же нам доверять, как и сейчас. Более 100 проектов в год говорит о том, что масштабы нашей деятельности растут и это очень радует. И мы хотели бы тоже вас видеть в числе наших клиентов. Отраслевая экспертиза – это, пожалуй, самое основное, что позволяет нам сохранять лидирующие позиции. Потому что помимо самого решения, которое грамотно и архитектурно построено, необходимо, чтобы это решение внедрили грамотные эксперты. И, собственно, вот эта синергия также позволяет нам сохранять лидирующие позиции. В нашем штате – консультанты, архитекторы, разработчики и слаженная команда по выполнению проекта. И надеемся, что мы с вами тоже встретимся, пообщаемся, и вы будете в числе наших клиентов. Будем этому очень рады. А сейчас я передаю слово своей коллеге Ирине. Она вам расскажет про особенности работы с нервным товаром в нашей системе. Сегодня я расскажу о особенностях учета нервного и отрезного товара в системе WMSX-5, а также о функциональных возможностях системы в этом направлении. В поднятии нервного товара мы складываем обработку товара, поступающего и отрезаемого со склада, в дополнительной фиксации массы либо длины. Работа с нервным товаром наряду с другими товарными группами имеет свои особенности. Хочу отметить, что на данном слайде мы зафиксировали только некоторые из них, и те, которые оказывают влияние на скорость и качество выполнения операции на складе. Корпоративная система позволяет фиксировать приходные и расходные операции, но для отслеживания остатков по упаковкам, либо налонам, либо иной таре, в которой поступает нервный товар на склад, используются различные механизмы. Применяются варианты создания новых партий, либо на каждую поставку, либо создание новых партий на конкретную упаковку, тару. Также применяется создание новых характеристик. Такие методы позволяют разделить учетные остатки и, соответственно, требуют их разделения на складе. Но не всегда удается однозначно идентифицировать остаток товарных складей в соответствии с той или иной партией в учетной системе, в корпоративной системе. На складах должна быть достоверная информация в онлайн-режиме по остаткам, а в связи со спецификой товара остаток необходимо учитывать в разрезе упаковок, как я уже ранее говорила. Также необходимо отслеживать местонахождение товара в разрезе адресного хранения. Зачастую отсутствие такой информации приводит к большим потерям, а также к снижению клиентского сервиса, что, в свою очередь, влечет за собой в риском компании. Среди использования систем ВМС принятие решения вылагается непосредственно на сотрудника склада, который выполняет операции отбора, либо перемещения товара на складе. Такое выполнение операции никак не контролируется и, соответственно, влечет риски увеличения потерь. Таким образом, согласитесь, когда контрагент сформировал заказ на 50 метров линолеума, он хочет получить максимально подходящий для него остаток и будет неудовлетворен, если получит множество различных кусков. Основными задачами системы ВМС являются предоставление остатков товара в онлайн-режиме, в разрезе качества товара, в разрезе упаковок рулонов и обеспечение контроля по идентификации товара и его обработке. Также сокращение потерь на остатках товара, которые не подлежат отгрузки со склада, обеспечение отгрузок с учетом индивидуальных потребностей от агента, а также увеличение объема отгрузок. Для возможности введения учета мерного товара в настройках системы необходимо включить функционал, позволяющий фиксировать въезд на операции в приемке и отборе товара по заказу. Контроль мерного количества не ведется при выполнении складских операций, что снижает футу затраты сотрудников и время на обработку задач. Товары или номенкулатурные буквы, для которых требуется использовать учет мерного товара, присваивается определенная модель учета. Модель учета содержит в себе настроенные параметрические правила и алгоритмы обработки товара. Такие алгоритмы входят в правила планирования, размещения, отбора и пополнения зоны отбора. Схема позволяет использовать неограниченное количество моделей учета, а алгоритмы планирования могут быть как индивидуальны для конкретной модели учета, так и использоваться для других групп товаров. В МС используется понятие объекта хранения. Объект хранения – это любой объект торгового учета. В частности, это номенкулатура, которая загружается из корпоративной системы. Новые объекты хранения в МС создаются путем конвертации номенкулатуры, загруженной последствиями интеграции и не требуют дополнительного внимания со стороны оператора. Для объекта хранения устанавливается базовая единица измерения, по которой система определяет необходимость использовать фиксацию массы либо длины, а также модель учета, о которой мы ранее говорили. Для обработки товаров на складе используется также упаковка. При загрузке или создании нового или нового старочного упаковки система автоматически определяет вид учета. Вид учета – медная единица товара измеряется. Медная единица измерения устанавливается для упаковки с коэффициентом 1, то есть для базовой единицы измерения. Упаковку с этим видом система устанавливается автоматически при выполнении задач на ТСД. Если отсканирован штрих-код не привязан к каналу упаковки, либо объект хранения был выбран в списке доступных по задаче. Вид учета – упаковка медного товара устанавливается для упаковки с коэффициентом больше единицы. При сканировании штрих-код в такой упаковке или выборе ее из списка на ТСД необходимо ввести количество упаковок и общий вес. Когда с обработкой базовой единицы измерения указывается только вес и не требуется указывать количество упаковок. Еще один реквизит, который хотелось бы отметить – это допустимое отклонение. Указывается в количественном выражении, не в процентах. Допустимое отклонение используется для возможности фиксации массы и длины с отклонением от коэффициента упаковки. Основные настройки системы мы рассмотрели. Для работы с нервным товаром теперь рассмотрим варианты обработки документов входящего и входящего потока. Для приемки поступающего на склад товара в МС фиксируется документ, ожидаемое поступление, с дополнением его плана. Для выполнения приемки на ТСД и возможности фиксации фактически поступившего на склад товара в системе реализована возможность использования процента недопоставки и перепоставки. Процент может заполняться для поставщика, либо на группу товаров при загрузке документов из корпоративной системы. Помимо основных реквизитов используется реквизит состояния. Состояние – это качество принимаемого товара. На моем доверии вы видите, что качество – кондиция, но при выполнении приемки на терминале сбора данных исполнитель указывает фактически принимаемое качество товара, которое он видит. В зависимости от того, в каком качестве исполнитель принял товар, выполняется его дальнейшая обработка. Выполнение приемки на ТСД становится доступным после передачи документа, ожидаемого приемки в работу, то есть когда в документе установлен статус выполнения. Изменение статуса может выполняться как автоматически, системы по событию, например, сразу после загрузки документа, либо по истечению определенного времени, либо после того, как назначено зафиксировано прибытие транспортного средства на фланг. Либо оператором вручную, когда машина установлена на конкретные ворота и доступна для разгрузки. На экране вы можете видеть предложенные два варианта обработки входящих товаров на склад. В зависимости от процесса по специфике склада, функционал может быть дополнен, либо изменен. Один из вариантов – это фиксация общей массы и длины по принятому месту хранения. То есть исполнитель укладывает на палету товары одного наименования и фиксирует на терминале общее количество принятого товара и общий вес, либо общую длину. Второй вариант – это использование уникальных маркеров в каждой принятой упаковке товара. Это позволяет отреживать на протяжении всего оборота товара на складе, вес, либо длину конкретной упаковки. В этом случае исполнитель указывает конкретный вес и не выбирает и не указывает количество упаковок. Также маркировка может выполняться как структурным стыльковым, в котором можно дополнить информацию о товаре. Результат приема. В колонке может быть доступен в отчете план факт поступления, который вы сейчас видите на экране. В колонке факт отчета зафиксировано практически и принятое количество. Благодаря тому, что в документе у нас установлены проценты и до поставки, и при поставке, система позволяет зафиксировать факт, превышающий планируемую поставку. Для обеспечения отбора и отгрузки товара со склада по заказу компакента ВМС формируется документ заказной отгрузки с заполнением заказанного количества. Для планирования и выполнения отбора в системе реализована возможность использования тех же процентов недопоставки и перепоставки. Процент может заполняться для конкретного клиента, либо на группе товара. Это позволяет снизить потери при отборе и максимально подобрать подходящий остаток. Для планирования отбора применяется стратегия отбора, установленная в модели учета. В алгоритме планирования отбора задается приоритет планирования. Я выделила на слайде основные два приоритета, которые применяются для работы с мерзантоваром. Но помимо этих фиксированных дней, можно применять и дополнительные настройки подбора остатков, которые фиксируются также в алгоритме. Это может быть подбор по порядку отхода, это может быть подбор по зонам. Сначала мы отбираем из зоны питинга, затем переходим в зону отбора и так далее. Использование максимального освобождения ячеек позволяет планировать наиболее подходящий остаток товара и освободить ячейку с этим остатком. Использование следующего алгоритма позволяет планировать максимально подходящий остаток. При этом исполнитель, отбирая товар, обращается за одним товаром только в одну ячейку. То есть мы максимально подбираем подходящий остаток, при этом не контролируя итоговую остаток ячейки после отбора. Для отбора исполнитель выполняет действия, указанные на терминале сбора данных. В зависимости от учета остатков, исполнитель указывает либо количество упаковок и итоговое количество отобранного товара, максимум либо длину, либо указывает непосредственно количество отобранного товара, если мы используем инвекальную маркировку в каждой упаковке. Отчет, который позволяет увидеть результат планирования отбора, результат выполнения отбора, это отчетовый факт отгрузки. Как вы видите в отчете, план и факт могут отличаться. Это, опять же, настройка процента недопоставки или перепоставки, которая нам позволяет это контролировать. При выполнении отбора, еще хочу заметить, исполнитель указывает фактическое количество, при этом оно может отличаться от того количества, которое есть, спланировано по задаче и есть ячейки. То есть, если были выполнены операции по инвентаризации, то, соответственно, исполнитель фиксирует уже факт отбора. Также в системе предусмотрен отчет по запасам, который показывает общую информацию по составу товара в складе, поможет ее отображать как в базовых единицах, так и в упаковках. При этом, поскольку не везде и не всегда используется упаковка, мы можем, как я уже ранее говорила, маркировать каждую упаковку отдельным штрих-кодом, то система рассчитывает количество упаковок, исходя из базового коэффициента. Причем вопрос. ВМС реализована на платформе 1С? А, да. ВМС X5 реализована на технологической платформе 1С предприятия 8.3. Был ли опыт внедрения в сфере листа проката? А, прямо так сходу сказать, наверное, затруднить. Но с точки зрения отрезного товара, конечно, у нас опыт был, поэтому, собственно, сегодня Ирина и рассказывала про возможность системы, поэтому для нас ничего сложного в этой сфере нет. Анвар, будем рады вам помочь. Обращайтесь к нам. Вопрос от Алексея. При заданном значении недогруза-перегруза, что остановит систему от допланирования заказа на отгрузку? Система контролирует коэффициент недопоставки и перепоставки. Соответственно, если отобранное количество входит в указанный коэффициент, то допланирование не происходит. Заказ считается полностью отобранным. Вопрос от Константина. Вопрос про резервирование в отчете по комплектации. Это точно взяли на комплектацию? То, что зарезервировано, это то, что уже сборщик отобрал. В отчете показывается плановое количество по заказу. Спланировано это результат планирования отбора. И зарезервировано. Это факт выполненного отбора. После того, как мы выполнили отбор в полном объеме, и он удовлетворил потребность по заказу, количество спланированного поля очищается, остается только поле зарезервировано. Вопрос от Геннадия. QR-код поддерживается в МСХ? Да, поддерживается. И вопрос от Александры. Есть ли опыт учета товара, имеющегося в разное количество упаковки, ролл-он-бочка или прочее? Как выстраивается учет у операции на складе? Система ВМСХ-5 позволяет контролировать несколько, учитывать несколько различных упаковок, использовать конфигурацию упаковок. При этом учет выстраивается в разрезе от меньшей упаковки к большей. И при выполнении операции сотрудник сканирует подходящую для него упаковку, и система выполняет пересчет. Следующий вопрос от Андрея. При заданном значении недогруза-перегруза, что останавливает систему от допланирования заказа на отгрузку? Коэффициент устанавливает оператор ВМС? Систему устанавливает, как я уже ранее говорила, факт того, что спланированное количество, либо отобранное удовлетворяет потребности с учетом процента недопоставки. Коэффициент может устанавливаться как оператором вручную, так и при интеграции. Коэффициент может устанавливаться для конкретных контрагентов, может устанавливаться для конкретных номенкулатурных групп. Так, следующий вопрос от Константина. А где процент недобора? Давайте вернемся на слайд. На слайде, получается, с правой стороны внизу, в строке заказа на отгрузку фиксируется процесс недопоставки и перепоставки. У меня зафиксирован процент 50, он устанавливается по потребностям, по вашим процессам. Нужно ли запускать планирование заново, если при нехватке места проведена компрессия? Нет, планирование повторно запускать не нужно, система. Если не удалось планировать заказ, запускают допланирование автоматически. Какие есть стратегии размещения материала на склад? Какие есть критерии? Варианты есть различные. Система позволяет учитывать правила совместимости при размещении, позволяет учитывать габариты ячеек, габариты товара. При этом мы можем зонированно настроить склад, топологию склада и установить системы настройки, по которым она будет группу, одни группы товара совмещать с теми, которые ей подходящие. То есть не будет смешивать различные группы товара в одной зоне. Так, следующий вопрос от Владимира. Более только прям развернутый. Добрый день. Пришел на короб с продукцией, например, колбасная продукция. 10-450 кг вложений, 10 батонов. Вес 10 плюс-минус 200 грамм. Ну, то есть примерно вот так и видно, да? Правильно. А, вот дальше, да. Чтобы настроить отбор мерного товара, необходимо каждый батон завести как отдельный вид у хранения? Нет, в этом нет необходимости. Вы можете использовать короб с общей массой, 10-450 кг, либо при выполнении отбора фиксировать общее количество отобранных батонов и общую их массу. Вопрос от Владислава. Есть ли дополнительный весовой контроль при наборке? Да, есть. Дополнительный весовой контроль осуществляется при отборе, как упаковки вы фиксируете, при отборе нескольких упаковок, только что обоворила, фиксируете общее количество, либо массу. При отборе конкретной упаковки вы фиксируете количество. Дополнительно можно использовать упаковку, дополнительный процесс. То есть, упаковку отобранных товаров, либо контроль отобранных товаров, как на ТСД, так и на рабочих местах. Вопрос от Михаила. Как планировать отбор в штуках первого яруса, о коробке и поддоме со второго, четвертого яруса? В настройках планирования отбора мы можем задать алгоритм использования штучного, либо коробочного отбора. Когда у нас штучный набор? Вот, здесь есть реквизит, кратность отбора. Штучное позволяет нам выполнять отбор только штучно, из зоны отбора, а коробочное и полезное настраивается отдельным алгоритмом. Таким образом, у вас будет два или более алгоритмов планирования отбора, по которым система будет подбирать соответствующие остатки. Если отбирая по одному батону, каждый батон завешивать или маркировать все-таки при размещении на склад? Можно и так, и так. Здесь зависит полностью от бизнес-процессов. Можем и маркировать каждый батон, завешивая его на приемке. При выполнении отбора исполнитель выполняет постучное сканирование, система автоматически фиксирует вес каждого отобранного батона. Либо, как я уже говорила ранее, мы можем использовать общий вес. Так, Геннадий задает вопрос. Можно ли ввести несколько ВИИ с одинаковым видом грузообработки? Геннадий, да, можно. Можно, если это не штука. То есть для штуки у нас всегда фиксируется один вид, а для упаковок больше коэффициента один фиксируется, может быть, несколько упаковок. Это в системе настраивается различными конфигурациями упаковок. Так, Владимир, видимо, прислал более подробный вопрос. Если отбираю по одному батону, карта потом взвешивается или маркирается при запрещении на склад? Вам уже уже были, да. Так, Владислав, реализован ли порционный учет в хранении, реализованы ли хранения по срокам годности, FIFO и так далее? Конечно. Обязательно ли создавать области хранения, как в 1С, или признак хранения только сам палец содержимым? Разделение хранения и отбора настраивается типом зон. В МС используется зонирование склада. Соответственно, при настройке топологии склада и формировании ячеек на начальном этапе мы задаем и определяем сразу, какие ячеек у нас относятся к зонам хранения, а какие относятся к зонам отбора. Следующий вопрос от Михаила. У нас на VMS X4 нет вкладки алгоритма отбора. Где можно задать в штуках? Где подобная настройка в X4? Я хочу поправить. Мы являемся разработчиками 1С и VMS, но она не совсем называется X4, это скорее четвертая редакция. Поэтому, Ирина, сейчас мы готовы ответить. Это стратегия отбора, которая настраивается в настройке склада и операции. Там выделена отдельная вкладка стратегии отбора. В четвертой версии настраивались отдельно условия и отдельно алгоритмы. Собственно, в алгоритме, могу более развернуто со скриншотиками, конечно, это прислать, в верхней части алгоритма устанавливается кратность отбора. Так, спасибо. Вопрос от Геннадия. Можно ли планировать отбор при указанном сроке годности по ОСГ? Да, можно. При использовании учета товара по срокам годности система фиксирует принцип ФИФО, естественно. И соблюдение сроков годности может настроиться для конкретного контрагента, либо для группы товаров, либо настроится стратегия изменения состояния объекта хранения, то есть изменения состояния срока годности под его истечению. В процентах. В данных. В данных, либо в процентах. Так, вопрос от Владислава. А если движение товара динамическое, обязательно ли зонировать хранение? Зоны хранения выделяются по большей степени для того, чтобы разделить зоны отбора и хранение товара, для того, чтобы не использовать в постоянном режиме отбор из всей части склада. То есть, в первую очередь, отбирать из зоны отбора, что увеличит скорость обработки заказа. Так, спасибо. Также вопрос от Алексея. Например, колбасная продукция 10450, во вложении 10 батонов, весом 10 плюс-минус 200 грамм, при отгрузке 5 батонов из коробки можно обойтись без взвешения. Спишет ли система 5250, исходя из среднего значения? Нет, не спишет, поскольку Вы приняли 10 батонов на общий вес, 10450, а отобрали только 5. После выполнения отбора у Вас остается остаток 5 батонов и оставшийся вес. Так, вопрос еще от Владимира. При учете отбора и размещении веса есть возможность сохранить информацию об упаковках? Да, конечно, эту информацию Вы можете просмотреть как в отчетах, так и при выполнении любой операции. Используется сканирование. Исполнитель сканирует упаковку, которая доступна ему на текущие операции. Так, Владимир, а если я указываю только вес? В таком случае или в задаче фиксируется базовая единица измерения с указанием фактического веса, а в отчете все так же Вы можете посмотреть остатки и в разрезе упаковок. Если Вы забыли что-то спросить, вспомнили, Вы обязательно обращайтесь к нам. Будем рады Вам ответить. Да, ВКонтакте, Оксаны, на этом слайде, если что, пишите. Оксана, Вам ответить. Спасибо за Ваши вопросы, за Вашу активность. Я надеюсь, что Вам понравилось. И до скорых встреч. Спасибо за Ваши вопросы.